Я благодарен Богу, что вот этот семестр у меня все-таки закончился. Слава Богу! Мы с Александром... У него целый месяц был семинарий, у меня на три недели всего лишь. Я ему не завидую, потому что у меня больше вопросов, чем ответов на все остальное, что он делает. Надо готовиться. Знаете, в прошлый раз я говорил с вами о благодати. Кто помнит это слово? Вот, соло, грация. Мы говорили о позиции. Если это помогло, кому помогло в прошлый раз осознать вот эту часть, что имеет в виду, когда мы говорим о благодати? Помогло, нет? Кому помогло? Потому что для меня, например, это очень внутреннее понимание, что благодать – это не только слово, что мы знаем, дежурный ответ, незаслуженная благодать, а вопрос на самом деле, что эта благодать делает в моей жизни. И вот ответ на этот вопрос, он очень интересный, потому что благодать – это как бы что-то особенное. Это Мессия Ишуа, тот посредник, который за все платил. Помните, думаю, этот пример самый больше остался в вашем разуме. Тот посредник, который заплатил за то доброе, кому нужно было получить те туфли, и тот, кто имел эти туфли, мог отдать. Вот, знаете, когда мы говорим о Мессии, о благодати внутренней, мы понимаем, что мы ее не заслужили каким-то образом, что что-то в этом мире произошло, что мы пережили благодать и благодарны Богу. Но в сущности, когда мы думаем о благодати, непосредственно сразу вспоминаем о том, если благодать – незаслуженный дар, который мы получили, то мы от чего-то спасены были, то есть от чего-то должны были быть спасены. И чаще всего люди говорят, мы были освобождены от закона смерти. И вот это страшное слово «закон» висит как топор над многими людьми. И, знаете, сегодня я хочу поговорить. Такое слово, знаете, чудесный закон. Мы чаще всего говорим о законе, как в некотором темном времени Израиля, что вот Израиль во время Иисуса, Мессии, вот этот закон, он был настолько страшный, что конец закона – Христос. А если я принял Христа, то что с этим делать? То я свободен от всего. И, знаете, вот удивительный, я говорил об удивительном, незаслуженном, прекрасном чувстве благодати, которое мы имеем. Сегодня я хочу поговорить о чудесном законе. Удивительном законе, потому что фактически никто из нас не задает вопрос, зачем он нужен был, для чего он вообще, Бог его дал. Если Бог вчера, сегодня, вовеки тот же, то причина, зачем ему нужно было, чтобы этот закон был, а потом, что сказать, во Христе я его отменяю. Ну, мы так думаем, правда? То есть, мы как бы приняли Мессию, и, значит, мы свободны. Как бы, я свободен. Но вопрос, от чего? Я хочу немножко говорить сегодня о законе. В еврейском понимании закон делится на две части. Это моральный закон и закон исполнения, то есть принципов служения, что должно происходить, церемония, то, что должно происходить во время богослужения. Итак, для них, для нас, для евреев, закон делится на две половины. Но когда глазами язычников смотрят на закон, они делят его тоже как будто на две половины, но на всякий случай его еще делают под разделом. Например, закон традиций, литургии, это вот то, что было в законе Божьем, и в тот же закон входило чувство чистое и нечистое, то есть пища, там, одежда, гнушаться, чего-то. Вот это закон церемонии, богослужения и так далее. Это одна часть. И вторую часть, мы говорили о том, закон морали, туда входила часть закона поведения или управления самим Израилем, и десять заповедей. То есть, если евреи делят только на две, у язычников это два плюс два еще. То есть, как бы, пониматель, разделение. Но все же, закон, совокупность законов, которая имелась в виду, когда Бог давал Израилю закон, совокупность всех законов, вышла в 613 заповедей, таких вот внутренних. И когда мы слушаем за число этих заповедей, что их вообще нельзя исполнить, я с вами хочу сказать в согласии с тем, что их нельзя исполнить. Потому что, если ты нарушаешь одну из заповедей, то нарушаешь весь закон. Вопрос сегодня, как бы, для нас, разве мы не нарушители закона? Нарушители. Но по какой-то причине мы внутри себя и подсознательно мы говорим, мы свободны от закона, во Христе Ишуа, да, Мессии Ишуа, мы имеем эту свободу. И что это значит? Что для нас сегодня значит этот закон? Ну, мы не знаем. Но, знаете, вот, например, даже пример такого, такой сделаю. Пойти на молодежное служение может быть приказом, тогда неисполнение этого приказа будет нарушение закона. или нет? То есть мы говорим, мы всей общиной должны пойти на молодежное служение, которое будет у нас с 19, 21 число. И мы говорим, мы согласились, но не пошли. Мы нарушители? Да, нарушители. Но если закон тоже такой, как ты имеешь право выбора, выбора в этом положении, хочешь пойти, ты можешь пойти. Если ты не хочешь пойти, ты не пошел. Вопрос. Попадем мы обои в Царство Небесное или нет? Если мы пойдем или не пойдем на молодежное собрание? Конечно, конечно, попадем. А кто сказал, что да? Это как бы такой, знаете, вопрос, кто сказал? Момент здесь очень интересный, потому что, когда мы говорим о том, что, когда мы уверовали в Вишуа, мы соединились с ним в едином порыве благодати, и мы получили, пережили благодать, мы подсознательно потом откуда-то, знаете, вот, говорим, что мы не под законом, но задам вопрос такой. Кто из вас, будучи злым человеком до покаяния, во время того мгновения, когда ты принял Ишево Мессия, остался злым, недовольным, ушел и кого-то еще набил, украл и сделал еще беду какую-то? Один есть? Один человек есть? Я, тогда покаяние, я думаю, что это было лицемерное покаяние. Я украл, я покаялся, чтобы кого-то сточить часы. Вышел на покаяние, чтобы утащить бумажник. А? Я думаю, что когда ты пошел на покаяние, принял Ишуа Мессию подсознательно, мы не чувствуем каких-то перемен, но вдруг, когда ты поворачиваешься, ты осознаешь, что ты другой человек, и то, что ты делал раньше, ты не можешь уже делать. То есть, закон Божий, десять заповедей, автоматически, каким-то образом, становятся живыми в твоей жизни, и этот закон, как Павел говорит, он добр, или нет? Совокупность благодати и закона делает нас теми людьми, которые мы называем себя последователем Ишуа Мессии, исполнителями его заповедей и его милости. Закон справедливости и благодать незаслуженная. Вот каких-то таких вот два нравственных положения делает нас другими людьми. И сверхъестественно происходит наше изменение. С одной стороны, мы как будто отказываемся от закона, как будто конец закона Мессия, и здесь же внутри, внутри нас происходит удивительная перемена, что мы соглашаемся с законом Божьим, что крас нехорошо, прелюбодействовать, измена в семье это нехорошо, там еще что у нас есть, лжесвидетельство плохо, то есть врать нехорошо, мы это делаем. Как будто закон Божий, он вселился с этим пониманием принятия Христа в свою жизнь. Или я не прав? Он становится живым, он изменяет нас. Ишуа был благодатью и истинной для нас. Матфея 5 глава 17 стих мы начнем читать, если у вас есть, откроем. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но что? Исполнить. Ишуа ни в коем случае не пришел, чтобы изменить, закрыть или уничтожить закон. Он говорит, я пришел исполнить и более тебе скажу. Я пришел, чтобы тебе его раскрыть. Я пришел, чтобы его раскрыть. И он говорит, вы хотите, вы желаете наследовать Царство Небесное? Вы хотите попасть на Небеса? Тогда исследуйте Писание. Он говорит, не читайте Библию. Вот читайте Библию просто так или там священное Писание истории, исхода истории Левитов, Иисуса Навина, царские истории, читайте летописи. И если вы это читаете, тогда вы спасетесь, потому что они говорят обо мне. Или же наоборот, он говорит, исследуйте закон, исследуйте Писание, исследуйте закон, который Бог дал Израилю как моральное, как законы поведения человека в обществе для того, чтобы вы увидели там меня. Я думаю, что многие из нас так не думают. Мы имеем картину Мессии как некоторое переживание и с Ним благодать. Как однажды один из наших учеников сказал, мы благодатью живем, движемся, ею перемещаемся. Благодатью подгоняем себя. Все нам сходит с рук, все допустимо, но нагрешил я, ну и что? Я прежду, покаюсь и все простится. И вот для меня становится все, знаете, вот сложнее понимать верующих людей, которые относятся к благодати как к некому залогу вечной жизни. Однажды принял Господа, ну, что бы ни было в жизни, но все равно я знаю, что я там буду. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Он говорит утвердительно о том, что должно быть исполнено. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей тот, малейшим наречется Царство Небесное, А кто сотворит и научит, тот великим наречется Царство Небесное. Ничего странного вы не видите в этих стихах? Я когда читал я думал парадокс. Потому что подсознательно мы читаем, что если кто-нибудь исполняет заповеди или не будет исполнять заповеди и научит так людей, тот вообще должен быть наказан. подсознательно подсознательно или нет? Но здесь написано, что Он меньшим будет Царство Небесное. для Него шанс спастись есть? Есть. А кто дальше, что написано? Кто узнает, исполнит и научит, то есть тот, кто будет изучать, смотреть и научить этим принципам закона, может, он говорит о законе или нет? Других тот больше наречется. У меня вопрос такой, почему мы взяли позицию о том, что мы не будем изучать и жить в законе, я не говорю, что в законе иудейское составное, которое изменилось в течение многих лет, а я говорю о законе Божьем, почему мы не живем им и говорим ухтичим людей, да, мы по благодати проходим в небесах. Да ничего страшного, как бы так, это уже увечшало, это не нужно, это уже изменяется, это уже в этом современном мире это уже не актуально, ничего страшного, не делайте. Почему мы считаем, что мы каким-то образом будем большими в Царстве Небесном? Потому что мы свободны, мы освободились, кто не будет исполнять и научить так других, тот назовется меньшим. Как удивительно. А кто будет? А как нам узнать, что такое Писание? Как нам узнать, что хочет Бог? Как нам узнать Его волю, если мы ничего не изучаем? Если мы не исследуем? Если мы не следуем параметрам, которые Бог поставил для человечества, где Его взять? Учение свет, не учение тьма. Друзья, небольшая реклама для нашего библейского института, для семинарии, для тех, чтобы черпать знания. И знаете, я увидел, что людям интересны только некоторые фразы, какие-то небольшие откровения они принимают, а вот как бы и этими чувствованиями, этими фразами, переживаниями, конференции, собрания какого-то, они целую неделю живут или устраивают свою жизнь на целый год, несмотря не углубляя в то, что Бог делает для них. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведности фарисеев и книжников, то вы не войдете в Царство Небесное». И сказать, «А, Рэбе, точно, вот здесь написано, они чересчур много знали, поэтому на Небеса не попадают». Он так же мыслит. Это книжники, фарисеи, те, кто хорошо все знают, писали, изучали, они там десятины давали из того, сего, третьего, десятого, они же такие были набожные, молились, и цициты, кипаи, и всевозможные там делали молитвы, долгие посты и так далее. Вот они религиозы, они должны все были знать. По этой причине они что, не выпадают? Мы люди простые, не книжные мы люди, поэтому нам заказана дорога в небеса. Она просто дается нам по благодати, поэтому незаслуженный дар благодати, поэтому я ей продвигаюсь вперед. Друзья, мы глубоко ошибаемся в вопросе того, что Иешуа говорит не о фарисеях, как о личностях или же их обучения, он говорит о их составной, их отношении через призму закона к жизни, которую они вели. Я вам покажу, что Божий закон является удивительным и уникальным к тому, что мы переживаем в благодати, иначе мы не можем познать Христа как только через закон, через Мессию Иешуа. Мы должны это смотреть. Кто из вас помнит эти законы морали, которые записаны в Писании? Ну, конечно же, не прелюбодействуй, не кради, не перемещай, не будь свидетелем. Ну, 10 заповедей мы знаем примерно. А другие, другие простые заповеди, заповеди, которые можно и нужно смотреть через сегодняшнюю призму современных отношений. Например, мы все понимаем, что в каждой квартире, разве что это будет общежитие, чаще всего есть балкон. У кого есть из вас балкон? Ну, я знаю, что Миша с Наташей нету, они на последнем этаже живут. Но у кого есть балконы в квартирах? А остальные что? Не, но то, что у вас ложа есть, это понятно, она же как бы из квартиры-то выходит как бы таким вот. У кого есть предбанник или какой-то на этаже, чтобы можно было выйти и плюнуть на соседа? Уесть. Вот вопрос такой, если вы купили квартиру, выходите из вашего двери на балкон или лоджи, а там только пятачок такой и без ограждения, что бы вы сказали? хай будет. Ничего страшного, поставлю здесь кроватку и буду спать. Не, ну вы понимаете, а если к вам гости придут? К вам пришли гости и после аммонины такие у вас прошли, и вы захотели выйти, они захотели, вдруг пошли, захотели пойти на балкон, что вы бы кричали бы? Стоять! Там нет ограждения! А зачем? Пускай человек испытает земное притяжение. Нет, у нас же все-таки совесть есть, правда? Каким-то образом мы понимаем, что любой балкон должен иметь ограждение. Откуда вы взяли это? А? Практика. Но вы знаете, что это одно из заповедей, записанных в Библии, в Танахе. Если ты строишь дом на кровле, поставь ограждение, вдруг у тебя будет гость, и захочет он посмотреть, что внизу, и случайно не навернется после десятого стакана вина. Сработает это притяжение земли, и чтобы его кровь не была на твоих руках. По этой причине построй ограждение. Мы же говорим о том, что закон весь плохой, он не нужен, но на самом деле закон, он нужен. И он удивительный, удивительный закон, с которым мы по какой-то причине подсознательно не хотим соглашаться. Не хотим соглашаться. А может пришло время для нас всех рассмотреть эту парадигму, которая настроена в христианском мире, что закон и все, что иудейское или там еще другое, оно должно не для нас. Я не говорю о том, чтобы вы завтра одели кипу. Она вам не поможет. Она не поможет. Ци-ци тоже вам не поможет. Да? Мизуза, которая на дверях, кто же вам не поможет попасть в Царство Небесное? Но есть что-то большее. Что-то есть большее. Вы слышали, сказано в древе, не убей. Кто же убьет, подлежит суду. Разве этот закон не действует в нашей стране? Действует. Но есть разница между убийством и несчастным случаем. Есть или нет? И в том и том есть смерть. Но есть одно дело убить лягушку, которую ты поймал, а другое дело несчастный случай. Ты игрался и на нее наступил. Я параллель провожу. Есть моменты, где мы смотрим на эти законы немножко другими глазами. И все же давайте возьмем на заметку и такие простые вещи, что Ишуа, когда говорит о фарисеях, он говорит о том, о той жизни людей, которые они исполняют через призму закона, не испытывая в нем наслаждения. Почему? Закон в первую очередь это учитель. Можете записывать себе даже. Закон Божий, которым мы говорим, то, что написано был в Танахе, это учитель. Местописание Галатам 3 глава 24 стих. Итак, закон был для нас детоводителем к Мессии, дабы нам оправдаться верою. Вот, 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 мы теперь оправданы верою. Все, мы приняли Мессию, теперь нам закон не нужен. Вы сами же прочитали. Да, конечно, по прошествии же веры, пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя. Вот слово детоводитель самый интересный момент. Мы понимаем, детоводитель. Кто из вас детоводители? А? Один, два, три. Ну, слава Богу, что у вас дети есть, и вы куда-то их водили. Греческое слово используется, которое используется три раза в Писании всего лишь. это человек, который с нанимаемой семьей для того, чтобы от шести до шестнадцати лет водить мальчика или там девочку к учителю. Услышьте? Друзья, услышьте меня, пожалуйста, правильно услышьте. Это слово, этот детоводитель не означает просто учитель, кто жестко воспитывал детей. Нет, нет. Его задача была только быть нанятым для того, чтобы взять за руку каждое утро ребенка, провести, пройти какой-то путь и оставить его у учителя. Учитель, он его учил, проходило время, он брал его обратно за руку, вел его домой, и это назывался детоводитель. Закон, Писание говорит, закон Божий является детоводитель к Мессии, к нашему учителю. Ой, это должно быть откровением. Хочешь узнать о Мессии? Ты хочешь, чтобы он тебя научил откровением свыше и понимание, ты, этот закон, он тебя ведет к нему. Мы имеем просто иногда неправильное понимание об учителях. я не сильно любил учиться. По разным причинам. Сначала любил, потом не любил. Разные вещи. Но я знаю точно, что мой сын младший не сильно любил учиться. Этому была причина. Мы не могли сильно понять, почему Джаш не имел так сильного желания, стремления к учебе. Пока однажды нам не сказали о том, что его учитель сильно имел претензии к нему. Он непоседан. Он когда кушал, знаете, он садил за стол или даже не садился, стоял возле стола и кушал вот так. не мог, его не могли посадить, он встанет, побежит, залезет. Приходили к нам люди, когда мы жили здесь на Екатерининской и там до пяти метров потолки и люди приходили, а он ку-ку, и все думают, где он, а он залезет вот так вот, знаете, там небольшой такой проход был, и сидит наверху на трубу, зацепился и кричит ку-ку. То есть ему понятно, что он всегда такой был. и его учительница не понимала, как с ним работать, и единственный метод был советский. Кто помнит учителя с указкой или линейкой? Кто помнит из вас? И ты думаешь, только чтобы не спросила меня. А было так, учитель ходит и потом такая резко отвечает и не знаешь, что отвечать. У нас создался именно такой подход к закону, что закон Божий был, вот этот, знаете, вот учитель, который из наших первых классов. Потому что мы вроде бы выросли, но в этот момент нас учил, и этот закон у нас постоянно отвечает, отвечает. Я вам скажу, что закон на самом деле нас подтягивал к этому. Неправильно красть, неправильно лгать, неправильно так себя вести, неправильно это, неправильно то, вот здесь правильно, это хорошо, это неправильно. Мы все создали для чего? Чтобы мы сказали, нам нужен Мессия. Услышьте, до покаяния закон действовал тоже, но он подводил нас к тому, чтобы подтягивал, тебе нужен этот Мессия, тебе нужен учитель, тебе нужен эта свобода, тебе нужен тот, кто тебя научит. закон. Вы скажете, а сейчас зачем вы говорите в этом пастору, зачем вам это надо? Я скажу так, для меня сейчас, будучи уже верующим человеком, который покаялся, который закон привел к Мессии, я учусь вместе с ним, я постигаю его глубину, красоту, какой он прекрасный Господь, как он выходит на встречу, как он меня обличает, что он делает, и этот закон тоже мне нужен. Скажем вам это все надо? Потому что этот же закон говорит мне, тебе нужен Мессия. Каждому из нас, тем, кто уже верующий 5, 6, 10, 15 лет, каждый раз, как в жизни происходит, мы говорим, и внутри нас закон говорит, тебе нужен Мессия, тебе нужно искупление, тебе нужно тот, кто покроет твои грехи, тебе нужен тот, кому ты можешь пожаловаться, сказать, поплакаться и получить утешение. Закон говорит это. Он удивительный. Удивительный и живой этот закон Божий. Знаете, этот закон, он всегда делает то, что необходимо. закон является нашим зеркалом. Номер два это зеркало, закон Божий это зеркало, в которое мы смотримся и начинаем узнавать себя только через закон Божий. Итак, ибо кто слушает слово и не исполняет, тут подобен человек, рассматривающий природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тот чаши забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, пребудет в нем. Тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполняемым дела, блажен будет в своем действии. Другими словами, он говорит, что те, кто смотрит на закон и видят, видят через закон, как меня Бог хочет видеть, этот закон отображает твое благословение. Услышьте, отображает твое благословение. Насколько ты вникаешь в него, насколько ты поучаешься в нем, насколько ты принимаешь этот закон Божий и видишь его в своей жизни отображением, настолько этот закон будет тебя благословлять. Я думаю, что я хочу донести вам это, потому что чаще всего характер человека и особенно верующих людей последнего времени весьма относительны. Сегодня молодежь, она не хочет жить в стандартах морали, которые записаны в Писании, в Библии. Сегодня молодежь расширяет субъективное положение морали. Сегодня, если вы спросите молодежь, что такое мораль? Мораль это то, в рамках которого я вижу своих действий. Но, знаете, если я в рамках своих пониманий, рамках вижу, что я могу кому-то дать между глаз, потому что я так верю, пойти, как на востоке, части моей морали стоит защищать, а что защищать, я не знаю, но я должен убивать, насиловать, потому что это часть моей парадигмы, в которой я живу, это моя мораль, я не считаю ничего плохого в том, чтобы кого-то кинуть, увидеть какого-то лоха на улице Одессы и ему сказать, извините, можно вас развести на 5 рублей. И это сделано все 20. Вот это все, это хорошо. Он еще не понял, что случилось, а он уже без установки, без трусов. Голый человек. Мораль сегодня раздвигается людьми на территории, которые нам непостижимы. И сегодня вопрос, зачем нам нужна мораль? И где ее найти, эту мораль? Да, есть послание, которое Ишуа говорит на горной проповеди блаженства, но такие блаженненькие немножко, мы иногда не понимаем их, но закон есть закон. Закон Божий, он становится зеркалом, который мы видим, в котором мы видим себя. Кто-то смотрит моральный закон Бога, делает себя отождествлением, исследует себя для того, чтобы быть благословенным. Например, измена, измена супружеским отношениям. Бог за или против? Откуда вы знаете? А, даже Ишуа сказать, кто посмотрел на женщину с вожделением, и женщины сказали, правильно, так и мужикам говорится, нам это можно. Но что, нет? То есть, или женщина на женщину тоже смотрит, а, ну, извините, не та тема. У Мессии больше стандартное. Но если мы говорим об измене, измена супружеским отношениям, это хорошо или плохо? Бог за или против? А почему Он против? Потому что Он за людей. Очень просто. Потому что Он знает, что измена, она делает больно, она не доверяет, она разрушит отношения, рушит семью. Скажите, врать хорошо или плохо? Ну, что вы такие люди? Бог за нее или против? Но ради Божьего дела нам нужно немножко солгать. Так Он будет за или против? Против. Но почему? Откуда мы это знаем? Закон. Закон. Есть закон, который Бог написал. И вот через этот закон мы смотрим. Мы предупреждаем своих детей об ошибках. Потому что мы что-то видим. Божий закон это параметры или же границы его морального кодекса отношений. Да? но любовь его не имеет границ. Услышьте меня. Закон Божий он имеет границы, в которых Бог хочет видеть народ вообще людей. Но его любви нет границы. Этот парадокс, который многие люди не понимают. Как мы мы иногда видим наших детей в поступках, то, что они делают. И мы можем предусмотреть, какой будет конец, где будет эта охрана, где этот предупредительный барьер будет. И мы говорим, если ты этим путем будешь идти, то вот что произойдет в твоей жизни. Одно, второе, третье. Иногда наши дети нас слушают. Но дети иногда нас не слушают. И вопрос встает, разве наша любви становится меньше или больше? Мы не можем это понять. Делая ошибки, мы предупреждаем, мы говорим им о том, что это может произойти, но парадокс в том, что внутри нас любовь, которая у нас есть, она покрывает эти ошибки. это надо понимать в отношении закона. Закон является навигатором или картой для нашей жизни. Об этом говорит весь почти 18-й Псалом, что слово твое это светильник на геммой. Закон, который управляет мною и видит нужной всю свою жизнь через карту закона Божьего. Помните, как это в фильме? Сюда не ходите, снег в башка упадет, больно будет. Вот некая такая карта, когда ты приходишь к вопросу, куда дальше идти, то есть выбор, выбор пути, и этот путь ты рассматриваешь только через священное Писание. Я говорю это потому, что нам необходимо понимать, что отношения наши с Богом, они на самом деле непосредственно связаны с законом. Благодать это одна часть, но есть закон, который Бог хочет, чтобы мы следовали. И он удивительный. Могут ли сегодня люди, которые верующие, давно верующие, уже в Мессии, люди Мессии, быть современными фарисеями? Могут. Послание очень простое. Незакон делает людей фарисеями. Их выбор жить и как на него реагировать делает людей либо свободными, либо местом порицания. Горе вам, книжники фарисеи и лицемеры, что очищаете внешность ваша и блюда между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Если углубиться, как часто сегодня верующие люди, знающие правила жизни в обществе, моральные правила, которые требуют Бог от нас, все-таки склонны, склонны жить, как будто они никогда не познавали Христа. Что где этот стандарт, который Бог хочет поставить выше? И знаете, большинство из нас сегодня в этом мире мы не готовы и не хотим страдать. мы не хотим. Мы не хотим, чтобы у нас нами пользовались нашей верой, то, что мы покрываемся, мы любим и так далее. мы не хотим. Мы не хотим делиться тем, что у нас есть нашим потом, наши крови заработаны, с теми, кто нуждается. как писание говорит, ну иди питайся и грейся от того, что ты имеешь. Как верующие люди мы на самом деле очень в последнее время стали собственными руководителями своих границ. И наверное, когда Ишуа обращает внимание на книжек фарисеев, не только на внешность их общая, а на составную. И он говорит, слушайте, вы знаете этот весь закон, он является путеводителем к мессии, к совершенству, к Богу, моральный закон, и вы пытаетесь его отобразить вашим внешним видом, и это нормально. Люди, он говорит, это нормально, потому что вас будут замечать, будут вас видеть, и он дополняет, дополняет, но по делам их не поступайте. Как они учат, это хорошо, но по делам. Вот внутренне составное сегодня христианство, верующих людей, в чем оно имеет свою силу? только лишь том, что называться или быть ими. А если быть, тогда будем всегда испытаны. Если быть, значит, будем использованы. Если быть, значит, нужно сжатывать. Если быть, значит, отказываться от многих вещей, которые сегодня нам удобны. И я думаю, что наша лень, нежелание влечься в закон Божий, А он очень просто говорит, возлюби Бога своего всем сердцем и ближнего самого себя. Нам сложно. Друзья, на самом деле нам сложно. Нам сложно, потому что мы ставим некоторые большие стандарты через Писание, через то же Писание мы ставим их, но все таки еще лицемеры и беззаконие. Фарисей слепой, очисти прежде внутренне с чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что подобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты, так и вы снаружи кажетесь людьми праведными, а внутри с полной лицемерия и беззакония. Помните, мы начали с чего? Закон. Хороший он или плохой? Он удивительный. Закон Божий, он уникальный, он сосредоточен на отношении человека с человеком, на отношении человека с Богом, чтобы открыться, научить, привести нас ко Христу, Мессии, Спасителю и водить нас этим позициям, где нас Господь учит быть сострадательными, быть открытыми, не лениться, помогать участвующими в не делах тьмы, а в делах Божьих. И вот здесь нас играет наша нерадивость. Мы не хотим учиться. Мы не хотим учиться. И нас постигают многие беды, многие обстоятельства по причине, что мы не хотим и не любим учиться. Учиться делать вывод, учиться того, чтобы выполнять и исполнять. Одно из величайших заповедей, которое сегодня остается актуальным, это благовестие. Мы находимся тысячу причин, чтобы не пойти, не сказать, не рассказать людям. И я скажу почему. Знаете почему? Чаще всего мы в это не верим. Мы сами не верим в то, что мы верим. Да. Когда тебя спрашивают, а кто такой Мессия? Отчего Он вообще тебя избавил? Мы говорим, Он нас спас. Я был таким плохим, Он нас спас. Он говорит, а что ты сейчас лучше? И мы говорим, да, вроде бы. А кто тебе судья? И потом говорит, нам же со стороны видно больше. Мы соседи, хотел бы здороваться со мной уже в этот раз, но в жизни твоей та же самая осталась. Ты постоянно у меня газеты тырешь. Ты на мою парковку постоянно паркуешься, потому что там нету места. И тебе говорят, убери, ты возмущаешься, кричишь, топаешь ногами. Чем ты от других отличаешься? От чего тогда тебя Христос спас? И Он Спаситель. И нас люди загоняют в тупик. И по этой причине, потому что мы не знаем, как ответить на то, от чего Мессия нас спас, и что Он сделал в нашей жизни, в чем это благодать, и что мы переживаем, на самом деле препятствует нам делиться с Ним. Этим Мессией. И благовестие у нас очень таким, становится очень шатким. Мне иногда говорят, а куда приводить людей? Куда приводить людей? Вы знаете, что у нас общение происходит, или там другое общение происходит? Туда и приводить. Где в столе есть запахи, значит, там есть жизнь. Самое страшное, когда нету проблем, когда все чинно, благородно, когда нету навоза в столе, тогда можно сказать, что там никого и нету. Жизнь. Горе вам, фарисеи, что делайте десятину из мяты, руты, всяких овощей. Не родейте судьбах и любви Божьей. Сие надлежит делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеи, что любите приседания в синагогах, приветствия в народных собраниях. Горе вам книжки фарисеи, лицемель, что вы, как гробы окрашены, над которыми люди ходят и не знают того. гордость. Гордость, положение в обществе грешников делает фарисеи недоступным, простолюдину, простым людям. Может быть, это тоже наш порог. Мы же все знаем, мы все видим. Мы не хотим с ними участвовать, чтобы не загрязниться, не запачкаться. Лучше не делать с ними ничего общего, чтобы мы были чисты и непорочны. Может быть, наше фарисейство сегодняшнего времени, гордость того, чего мы добились, кто мы есть, каким образом мы себя ведем, делает нас напрямую, скажу, козлами, козами. Жестко, да, я понимаю. которые будут отделены. Отделены. Как верующих людей. Это страшная позиция. Вы знаете, что я заметил в пустыне, когда был в Иордании? Я увидел стада овец и коз пасущие вместе. Библейская тема. И когда я проезжал, задался вопрос, а почему они пасутся вместе? почему козы и овцы вместе? Кто-то скажет, ну, так получилось. я не говорю, как факт, как предположение, что для того, чтобы иметь только стада овец, но чтобы пастор был очень опытный и всегда их водил. написано, пастор добрый, он водит своих овец к водам тихим, пастбищам сытым. И чаще всего люди говорят, пастор, ведите нас, ведите, чтобы мы были тучными, красивыми. Но знаете, что Господь, да, наш пастор. Но я заметил, что с козами, с козами, там не сильно нужен пастор. Он есть. Но водят этих людей именно козы. Они куда идут? Баранов тоже водят козы. Что ты смотришь на барана Новые ворота? Не говорится, что ты как коза, казалось немного другая. Она быстрая. Все на пути вперед, вперед куда-то идти. Козы водят и козлы водят пасство. А пастор, кто приходит и смотрит вокруг. Это то, что я видел в Израиле и в Иордании. Самое страшное, что я узнал о козах. Не знаю, может быть, для вас это не новость, кто жил где-то на периферии, в селах. Оказывается, что козы всеядное животное в полном смысле слова. если вы что-нибудь повесите у себя во дворе, сушиться, можно сказать до свидания. Это всеядное животное, они пожирают все подряд. Овцы избирательные, а те кушают все подряд. похожи на некоторых верующих, все подряд живут. И мне один бедуин говорит, это намного страшнее, чем ты думаешь. козы едят даже полиэтиленовые мешки. Я говорю, ну вообще, страшное животное совсем. И поэтому нужно их отделить. И придет время, где будет отделение. Потому что нужно изучать Писание, нужно быть избирательными тому, что Бог нас ведет, тому, чтобы нужно выбирать ту пищу, которая написана в законе, они во всем, что есть. Конечно, понимаешь, что они другим путем выйдут, все это выйдет. Но суть-то в чем? Что придет момент, где будет отделение. Где придет время, где нужно будет отделить одного от другого. И они скажут, подожди, ну где мы тебя видели? Где это должно было быть? И помните, он говорит, если вы сделали для малых сих, вы сделали для меня. И мы с самого начала прочитали, кто не будет даже самой малой исполнять заповеди и научит их людей, он что? Будет маленьким, маленьким в Царстве Небесном. То есть, есть шанс, что те, кто даже ничего не делает в общине, в собрании, но он видит, что там есть закон, но ничего не делает этого и пренебрегает этим. Он тоже спасется, потому что там нужна вера, чтобы спастись. Но если мы знаем, не учим и не живем, как мы должны от нашего знания, тогда мы подобны будем фарисеям, которые просто делают вид, превзошлись своим знаниями, своими способностями, но ничего к делу Божьему не присоединили. Я бы хотел, чтобы мы сейчас стали наши ноги, подумали о нескольких вещах, насколько я знаю, насколько я знаю вообще Библию, чтобы в ней разбираться и быть наученным. мне часто приходят и говорят Рэбе, хочу жениться, не хочу учиться. Я говорю, ты ошибаешься. В том Писании, которое Бог дал народу Божьему, там написано, как нужно жениться. И как обстоятельства ты можешь жениться. И что ты должен сделать, чтобы жениться. Как нужно жить, чтобы оставаться женатым. там все написано. Хочешь знать, как жениться или замуж выйти? Учись. Как воспитываешь своих детей? Как за них? Они же такие. Там написано. Там написано. Мессия только говорил одну вещь. Не запрещайте детям приходить ко мне. не запрещайте. А иногда нужно подводить их к понятию Мессии. А мы делаем немножко наоборот. Мы даем им выбор, куда расставить свои границы субъективной морали. Куда? ой, я хочу танцевать. Хочу попасть на X-factor. Давайте давай будем бальными танцами заниматься. Пошли узнавать, когда бальные танцы. Ах, досада, неудача. Как раз во время собрания и молитвы. Но ничего, никто же не заметит меня. И никто не замечает. А потом говорит, Ребе, что же вы не звоните? Я так давно уже нет у меня в общине. Чей выбор? Чей выбор? Что было первоначальным шагом к тому, чтобы уйти от того, что написано в Писании? Не оставляйте собрания ваши. Будь и как принимателем людьми. Принимайте ваших странных староприимцами. Будьте постоянны. Ой, вы такие страшные слова говорите, постоянные. Все в этом мире относительно. Мы не знаем, что будет завтра. Что вы хотите от меня сегодня? Того, что написано. Я даю вам слово по одной причине. очень часто люди приходят к тем, кто что-то уже знает, таким фарисеем, как я. Скажите, я бы фарисей, но, извините, не в теме, что я игнорирую людей, а в теме, что я что-то учу. Поэтому я нахожусь в семинарии, чтобы каким-то хоть фарисеем стать. Немножко изучать, что есть в Писании, что оно пишет, что оно говорит ко мне. Да, мы как служителя, мы должны дать вам совет. Но Божий совет в Писании находится у Бога. Там Он все положил там. Я приглашаю вас к изучению Писания. Я приглашаю вас, чтобы узнать, углубиться и там начинать испытывать вот этого детоводителя. который постоянно меня за руку берет и говорит, тебе нужен Мессия в решении этого вопроса. В решении этого вопроса. И вчера хорошее было слово от одного из заместителей главенства в аптистской ассоциации, где он сказал, когда Иисус Навин ввел народ в обетованную землю, были люди, которые пришли к Нему обманом. Черствый хлеб, цвелой хлеб, обувь, одежда ветхая. И сказали, мы так давно и шли. Мы слышали, что Бог сделал с вами, с остальными царями и хотим с вами заключить завет. То есть обещайте, что вы нас не тронете. Но мы так долго и шли, что аж все стало плохим. И он говорит, там написано, что они взяли хлеб, израильтяне взяли хлеб, а Господа не вопрошили, не спросили у Бога. А через три дня оказалось, что это соседи, но отступить от своих слов они уже не имели права. Вы хотите знать волю Божью? А на них не только находится вот там, как бы вот в неизведанном боксе, какой-то iCloud, оно не только там находится, оно находится в Писании, где есть откровение и ответ Бога на твои вопросы. Нам иногда непонятно, и поэтому мы идем, чтобы общаться, рассуждать, углубляться. Мой призыв к вам, милые, дорогие, не игнорируйте времени, оно лукаво. Немножко посидим, немножко подождем. И так смотришь, вся жизнь прошла, а мы ни одного раза не прочитали то слово, которое Бог нам дал. мы частями его знаем, но мы никогда не задавались задачей прочитать его. Мы даже забыли, что в Евангелиях написано. У меня была привычка каждый год прочитывать Евангелие. от Иоанна, всего лишь, от Иоанна. Я кидаю вам вызов. Начните, начните узнавать этот удивительный, непостижимый, прекрасный, возлюбленный Богом, данный народу Божьему закон, который, Библия говорит, он добр. Он был добр ко мне, обличая меня, привел ко Христу. Будучи уже верующим христианином, этот же закон говорит, ты все равно нуждаешься во Христе. и сейчас во время поклонения. Давайте обратимся к Богу с одной просьбой научи меня исчислять мои дни так, чтобы мне не было стыдно потом стоять пред Тобою. Потому что там Он отдал все. Нет тебе извинения, невежный человек. Нет и мне тоже, в первую очередь себе говорю, мне нет извинения. В моем беспечии, в моем незнании, в моем очаровании, я в этом виноват, лично, никто другой. Аббар, стоя пред Тобою, хочу просто сказать, и я нуждаюсь в Тебе, Мессия. Я нуждаюсь в Твоем Слове, которое как закон отображает мой путь, навигатор моей жизни, зеркало, в котором я узнаю, что я изменился, я стал другим, я не похож на этот мир, або я благодарю, что этот закон является детоводителем, который каждый раз, каждое утро поднимает меня и говорит, Тебе нужен Мессия. Або спасибо Тебе, что я не могу оправдаться законом, своими делами, своими поступками, но я благодарю, что Он, этот закон, ведет меня к тому, чтобы узнавать, что есть воля Твоя, она удивительная, Ты хочешь, чтобы я был благословен в моей семье, в моей работе, в моем обществе, в моей стране, в моем здоровье, в моем успехе, в моих финансах. Ну, как это выглядит? Я никогда еще до конца не мог понять, но я на пути, я на пути, Господь, Ты ведешь меня через Слово Твое, через закон Твой, я на пути к этой цели во Христе Иисусе, я благодарен Тебе, что Твое Слово, оно является светильником моей стези, от ранней зари буду искать Тебя, не найду ли? Господь, спасибо Тебе, что в суете этого мира я могу и я буду искать это место, место общения с Тобою, чтобы услышать, что Ты говоришь мне, направляешь меня на пути моей вечности, чтобы я не уподобился израильтянам, которые взяли хлеб, а Тебя не вопрошали и стали зависимы от этих обязательств. Когда мы говорим Слово, людям не исследуя Писание, мы, Господь, часто всего попадаем в ответственность делать то, что противоречит Твое Писание. Немножко слукавил, немножко недоделал, немножко несерьезно, немножко безответственно, но мы всегда покрываем Свои слова словами благодати. Господи, с кем не случается? А не должно случаться с теми, кто любит Господа и Бога нашего. Возлюби Его всем сердцем Своим, всем разумением Твоим и всей своей крепостью. А я благодарен, что мы сегодня, как народ Твой, можем сказать, что этот закон, он удивительный, он потрясающий, Господь, это отображение Твоего характера. Ты заинтересован во мне. Ишуа. Субтитры